На 11-й участок первый выборщик приходит в 10-й годин ранец. В околе активность тут крыху ниже за среднеобластную. За два дни у дел в детерминатом голосовании приняли около 10% выборщиков, але без работы члены комиссии не застаются. Одна засоблива сел гэтага участка. Усе орны для голосования тут прозристые. От дровлянок к скрыню отмывались не только тому, что зарубленные с пластыку больше легкие. Гэта так сама важная причина, але не головная. Активность избирателей на президентских выборах, как правило, повышенная. Поэтому мне бы хотелось, как председателю комиссии, показывать и избирателям, и наблюдателям, насколько активность широка и насколько нам нужно вообще говорить о том, что хотят избиратели идти или не хотят. Соответственно, меньше вопросов у наблюдателей возникает. В первую очередь из-за этого. У список выборщиков на Омщине унесены 1 101 044 человек. 2350 за их мают право проголосовать на 11-м участку у Гомеля. Тамара Зубкова каже, что принимает удел во всех компаниях без выключения и тумажить. Чему? А как не ходить? Мы же живем в Беларуси и должны голосовать. 11-й участок находится у клуба Гомельского завода пусковых руховиков. Сюда часто приходят местовые жахары, ка прийти в делу в спортивных поборницах, ки послухать концерт. Выборщая компания тут проводится не одно 10-е годы. И уже есть даже семьи, у которых на этом участку голосует не одно поколение. Прихиность с традициям до речи уластивая не только к этому участку. 63-я Гомельская школа побудована еще до Великой Очинной войны. У свой час она называлась Сталинской и лечилась узорно-показальной. Сколько выборщих кампаний прошло у ее стенок, теперь наводки подлечить тяжко. Не вядома правда, где проходило голосование в 50-е годы, але селета выборщий участок разместили в актовой зале. Члены комиссии кажут, что наибольшая активность означается зраниться, когда на детерминовое голосование приходят пенсионеры и после 17-ти годин. В этот час основные выборщики, работники предприемств, уж мать кого есть властные аутотранспорты, и, соответственно, водительские посвящения, по их таксаму можно отримать бюллетень. При этом все означают, мягчимость для ознайомления с программами кандидатов была шмат, а тому каждый добрый видал, за кого отдаст свой голос. Конечно, я все прочитал, все биографии. Мало того, и по телевизору смотрю. Мне нравится тот кандидат, за которого я проголосовал. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель».